ВОЛШЕБНЫЙ МИР ТЕАТРА Небольшие, казалось бы, залы историко-культурного центра оказались довольно вместительными. Порядка 150 художественных работ и около 300 декоративно-прикладных представлено на выставке. Она у нас проходит уже практически четвертый раз. Начинали мы с выставки «Мозаика», которая у нас перешла из ВХТЛ, нашего художественно-технического лицея, к нам сюда в залы. Ну, а потом она уже обрастала участниками. Здесь выставлены художественные работы, выполненные в различных техниках. И тематика их также различна. Портреты, эскизы костюмов и, конечно, афиши. То есть сюда нужно было положить все, положить свою душу, написать именно то, о чем ты хотел, да еще так, чтобы мы с вами прочитали и поняли вообще, о чем речь. А самое главное, что пошли на этот спектакль. Ирина Ратушная занимается росписью и резьбой по дереву, батиком, прикладным искусством. Здесь она представила работу в технике квиллинг. Работа завоевала призовое место на конкурсе «Моя Россия». Это все сделано из обычных полосок бумаги нешироких, которые скручены с помощью специального инструмента. Сколько ушло на вот такую работу? Около трех месяцев. Весь мир театр, а люди в нем актеры. Эта знаменитая фраза Шекспира стала лить мотивом экспозиции. Здесь представлены работы более ста художников. Фантазия участников конкурса поистине не знает границ. Они используют самые неожиданные материалы и формы. Посмотрите, например, на этот ажурный резной самовар. Чай из него, конечно, не выпьешь. Зато какое украшение для дома. Автор Артем Мещенинов получил за него гран-при на втором всероссийском открытом конкурсе декоративно-прикладного творчества. Для создания экспонатов художники использовали самые разные материалы. От бумаги и тканей до глины и теста. Вдохновение черпали в родной культуре. Выставки, проходящие каждый год, это и Новый год, и Рождество Христово, и Пасхальная радость. Все это заставляет обратиться к традициям российского народа, вспомнить об этом. Вот картины классиков наших, и сказки русские народные. Все это приводит к тому, что получаются такие интересные сюжеты. И самое главное, что многие экспонаты можно потрогать руками. Выставка будет работать до 7 июля 2019 года. Максим Козлов, Александр Будников, Ольга Садовская. Видное ТВ.